всем привет с вами хвостович александр ведущий проект америка для успешных так и сегодня мы записываем беседы на колесах и такой у нас вопрос который набрал больше всего сердец в комментарии хотел бы побольше узнать о первых расходах при миграции сколько нужно иметь денег на первый месяц что нужно брать с собой при переезде и так далее окей сказано сделано а сейчас я как всегда сдаю назад на первое время по иммиграции начнем наверное суммы денег которые надо иметь и сразу же хочу заметить что сумма денег может быть абсолютно разной и каждому хватит по-разному то есть кому-то будет допустим 5000 нормально кому-то будет мало кому-то будет 20 нормально и кому-то будет мало а кто-то на на 200 долларов нормально стартанет и я причем я не преувеличивают и не утрирую у меня есть несколько знакомых один из которых приехал в эту страну и имел в корма не только 100 долларов и и батончик снеггерса а вот а сейчас работает автомехаником это было около 10 лет назад как он приходил а вот а сейчас работает автомехаником имеет свой дом уже легализовался и есть у меня другой товарищ тоже который сюда приехал у него было в кармане что 500 долларов а вот и уже на сегодняшний день он тоже учится адвоката и работает при школе где он учится администратором плюс еще подрабатывает в охране но если смотреть так объективно да то есть то я думаю что тысяч 10 на старт это такая сумма когда человек будет чувствовать себя комфортно а вот потому что снять жилье если вы снимаете одна однокомнатную там однокомнатную жилье или комнату там комната может стоить примерно около 500 долларов в месяц а однокомнатную квартиру студию около 900 долларов в месяц плюс вы должны еще понимать что часто при снятии комнаты вам надо жилья вам надо будет дать еще секьюрити депозит ну как бы вы платите сразу над вами за два месяца и а потом этот секьюрити депозит когда вы съезжаете вам возвращается то есть это если вы там не будете платить его себе заберут или вы там что-то я не знаю в квартире испортите этот секьюрити депозит это как залог поэтому сразу умножаем это на два то есть ну и комнату конечно можно там поселиться уходим бесплатно не знаю друзей у родственников у знакомых или в там я не знаю постов какой-нибудь тоже там за гроши вселиться но условно говоря около двух тысяч на жилье однокомнатные сразу по приезду причем проблема найти жилье еще будет состоять в том что его лучше искать во первых заранее просто пообщаться с людьми на крейклист с людьми которые сдадут жилье там с риэлторами что у вас не будет кредитной истории и это достаточно серьезная проблема в Америке потому что без кредитной истории ни жилье не снять нормально ни машину не купить то есть это не телефон ни айфон за сто баксов не жать короче без кредитной истории просто печаль значит и поговорить заранее пообщаться уже буду еще будучи дома там за месяц до вылета там поискать объявление на крейклисте в туаре куда вы едете сдается апартменты там написать и сказать что приезжаете так и так но вот у вас нет кредитной истории вы будете платить кэшем согласен ли владелец вот ну в общем на жилье около двух тысяч условно говоря плюс естественно у вас там должны быть деньги на билеты это около тысячи баксов там плюс естественно там у вас должны быть деньги на если вы по грин карте на заполнение там всяких анализов прохождение сбор бумажек это тоже это может быть по-разному может там кому-то надо там взятку дать чтобы какую-то бумажку получить или там чтобы ускорить процесс там прохождение ну короче как у нас как обычно поэтому там сложно сказать какая сумма хотя в принципе там долларов 400 то есть на всякие сборы это условно нужно платить ну вы знаете а значит потом на еду ну естественно там первое время если человек едет небольшими там запасами можно там ограничиться и тем что он будет себе готовить а не будет там питаться фасудом в принципе на еду можно тратить около 15 долларов в день приблизительно если питаться вне дома если питаться дома то сумма значительно снижается и там может быть только сумма около 5 долларов в день если не закупаетесь там и готовите себе поэтому на еду ну в месяц можно тратить я не знаю порядка 150-200 долларов это на самом деле очень колеблется от того что вы будете покупать и где вот что вы едите что вы нет а значит что у нас получается 2200 дальше с покупкой машины машину в америке можно купить и за 1000 баксов на край к листе но единственный минус по такой покупке шаник никогда не знаешь где она сломается и сколько будет стоить ремонт а ремонт обычно стоит дорого поэтому тут еще надо будет выбирать походить ну условно говоря на машину скажем так если в более-менее нормальном состоянии 2000 долларов условно да уже у нас 4,5 а вот дальше мне что-то ничего не приходит в голову по-моему это какие-то такие основные затраты а еще телефон телефон вы на старт тоже вряд ли возьмете в кредит ну то есть по контракту какой-нибудь на айфон или что-то такое надо будет покупать 3-пэйд фон это телефон вы за телефон платите полную стоимость потом выложите деньги на него и потом эти деньги прозваниваете но это тоже где-то я не знаю еще допустим на покупку и на проплаты там ну баксов может быть сто в месяц на звонки смотря сколько вы звоните и сам телефон я не знаю допустим долларов 200 да вот это уже мы подбираемся сколько 5000 ну и еще пилы там газ свет я не знаю что там еще интернет все эти дела тоже возьму приблизительную стоимость допустим 150 долларов короче 5000 такая ориентировочная стоимость ну естественно если видите семьей там надо это немножко там где-то тысячу добавить еще что-то на еду и там я не знаю больше бензина будет расходов и так далее но да если видите конечно с маленьким ребенком там совсем другие расходы там там другие нюансы с оформлением страховки и со всем остальным значит короче в районе пяти шести тысяч это так чтобы вот нормально приехать снять жилье пить машину и начать искать работу приблизительно да ну естественно я говорю что есть люди которые приезжают с намного меньшими деньгами и вполне комфортно себя чувствуют да есть люди которые приезжают там у которых в кармане 20-30 тысяч они непонятно куда их вкладывают непонятно чем хотят сразу заняться ну и в итоге просто деньги эти спускают и тоже потом бедствуют не имея ни гроша ну и вот значит что еще делать по приезду ну во первых нам надо будет сразу пойти дождаться своей получения документов получить соушил заняться как бы вопросами получения водительских прав если вы планируете оставаться по поводу если вы думаете делать политику у меня в блоге есть статья на эту тему то есть там понятно что вы там все можете почитать как это делается значит ну естественно я как говорил уже сразу получить права чтобы у вас была какая-то форма документации американская так плюс я бы еще посоветовал людям которые собираются и знают куда они едут это наладить какие-то знакомства в Америке непосредственно до приезда то есть благодаря контакту там нашей группе благодаря фейсбуку там даже нашей группе или другим каким-то знакомствам сайтам знакомств просто пообщаться с людьми поговорить на форумах и рассказать что вы едете как бы вот дать описание что какие у вас планы все остальное то есть познакомиться с человеком чтобы приехать и как бы у вас уже кто-то был если у вас нету родственников человеку к которому вы можете обратиться с вопросом просто поговорить там пойти за советом значит еще достаточно много центров комьюнити центров центры местные комьюнити это как община вот куда вы можете прийти и там есть разный спектр услуг во первых от помощи с оформлением вам страховки если вы тут ну как бы остаетесь по политике там ну там до дешевого врача дантиста разные сервисы там по помощи обучения языку ну как бы с языком я уже говорил что я сторонник того что вы его должны учить до того как вы приезжаете в Америку далее если вы здесь планируете обучиться тоже посмотрите у меня на блоге есть в разделе образования в Америке рассказано что вам надо с собой привести то есть какие документы о вашей учебе чтобы их заверить чтобы вы здесь могли пойти как бы уже с вашим дипломом который там пойти учиться чтобы он вам был зачислен ну и в принципе я это уже не раз освещал но все равно добавлю что очень важно наладить систему контакта а найти людей которые действительно могут вам чем-то помочь которые вам способствуют на вашем скажем так продвижении в этой стране найти себе друзей ну вот это приблизительно что вам надо на старт я не знаю я не могу сейчас сказать ничего более конкретного потому что каждая ситуация будет варьироваться в зависимости от вас от вашего скажем так откуда вы едете и куда какие у вас мотивы какой у вас статус это все очень скажем так глубоко индивидуально ну вот приблизительно скажем так стоимость я вам сказал что тут еще у нас что нужно брать с собой при переезде при переезде если честно в америке вещи намного дешевле чем дома фирменные качественные вещи можно купить в 5 раз дешевле а то и больше на распродажах так вообще там за 10 долларов можно купить себе фирменные там джинсы я еще что-нибудь поэтому вещей я бы особо не брал я бы брал всякие документы которые вам здесь могут понадобиться начиная от там своего диплома сертификатов там каких-то я не знаю не знаю прививки то есть ну все вещи которые в принципе могут понадобиться при подачи документов на политическое такое убежище все документы обязательно надо собирать привозить с собой дальше кроме документов понимаете в америке единственное что на самом деле вам надо с собой вести это деньги больше здесь ничего не надо все остальное тут можно купить вот поэтому если у вас есть что-то вам скажем так близкое сердцу я не знаю возьмите это с собой скажем так это основное какие-то вещи ну базовые там я не знаю джинсы одни там пару джинс смотря по вашему сезону там по климату куда вы едете телефон если он у вас здесь будет работать здесь симкой можно купить такая симка называется simple mobile вы покупаете сим-карту вставляете ее в телефон и за 50 долларов в месяц у вас здесь будет бесплатный но не бесплатный безлимитный интернет звонки и сообщения то есть с любым телефоном который работает на на этих частотах американских вы можете можете здесь скажем так не покупая телефон просто купить симку символ мобайл ставить и звонить с нее там не надо не историк где-то ничего просто подходите вам дают номер каждый месяц приходите пополняйте баланс и дальше дальше общайтесь значит то есть возьмите единственное может быть возьмите из дома лекарства потому что с лекарствами здесь беда и даже не в том плане что совсем беда в том плане чтобы здесь получить какое-то лекарство вам надо пойти к врачу чтобы вам выписали рецепт то есть вы там просто в аптеку не придете и не скажете а вот подайте мне вот эти вот антибиотики или там какие-то средства плюс у многих плохая переносимость к американским всяким обезболивающим потому что они работают по другому принципу чем здесь чем наши и там я не знаю что там можно процетамол уголь если вы не будете жить там где-то рядом с русским комьюнити то возьмите нас на старт всякие лекарства там женщинам до их там критические дни я не знаю что они обычно вот ну это я часто упоминаю и опять же скажу перед тем как прилетать если вы планируете оставаться обязательно дома сделайте себе все зубы потому что здесь вы на этом разводитесь там пройдите не знаю если вам там надо какой-то курс лечения тоже это все пройдите дома а так 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 да сообразим кто еще человек может взять ну и естественно там с собой лаптап или компьютер если вы там более-менее разбирайтесь целый компьютер вести вам там так ладно тогда просто венчестятят ну естественно информацию из дома то что у вас там может быть на диске еще раз по вещам там не думайте с собой везти там не постельное белье не знаю как-то мне рассказывали что тут такого белья как дом нет привези с собой постельное белье ну это вообще кошмар какой-то вот ничего такого здесь все можно купить купить намного дешевле чем дома вот документы лекарства не забудьте пройти там лечение зубы там другие доктора и и все я ничего больше не могу сказать потому что мне кажется это больше кроме этого ничего не надо и деньги да если вы что-то придумаете еще пишите в комментарии вот ну мне кажется я ответил в принципе на поставленные вопросы если есть какие-то дополнительные вопросы вы можете зайти у меня в блоге оставить в разделе вопросы к видео ответам там отписаться только внимательно прочитайте инструкции потому что я хочу чтобы все вопросы были помечены номером и я потом когда будет там порядка десяти вопросов я скомпоную вам ну видео ответ на эти все вопросы вот всем спасибо с вами был хвостович александр ведущий проект америка для успешных еще раз ребят ну ставим палец вверх если вам понравилось видео рассказываем друзьям мне будет очень приятно и ваши вопросы там в комментарии ну лучше в любом случае в на блог потому что там я на них точно отвечу все всем пока все